Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как много долгов у Вологжан и какие это в основном долги? Традиционно Вологодская область у нас входит в тройку регионов, имеющих самую высокую служебную нагрузку. Ежегодно на исполнение службы поступает порядка 900 тысяч исполнительных производств, то есть около миллиона. Это новых ежегодно около миллиона? Это находится на исполнении ежегодно. На каждого пристава исполнителя приходится порядка 3000 исполнительных производств. При этом если брать пропорции, то где-то процентов 45 это исполнительное производство, возбужденное на основании решений судов. И остальное количество 55% это исполнительное производство, возбужденное на основании актов специальноуполномоченных органов. То есть это штрафы, как правило, административные. Наибольшую долю среди них составляют штрафы органов госавтоинспекции, ну и иных специальноуполномоченных органов. Если брать по динамике, то, например, в этом году у нас увеличилось количество судебных актов о взыскании налогов и сборов. Это такие популярные налоги, как транспортный налог, имущественный, земельный. Несколько уменьшилось количество исполнительных производств о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Где-то примерно на том же уровне остается у нас взыскание административных штрафов, наложенных органами ГИБДД. То есть в основном это штрафы, это кредиты, я так понимаю, и это коммунальные платежи. Я правильно понимаю? Совершенно верно. Если, например, брать кредиты, то по количеству их всего 3,5%, зато по сумме они составляют более 40%. То есть самую, скажем, значительную часть. Елена Николаевна, на самом деле для любого человека, наверное, важно понимать, есть у него долги или нет. Ну, наверное, есть люди, у которых и долги, которые не платят сознательно, а есть, наверное, люди, которые, что называется, ну так, даже и не подозревали, что кому-то чего-то он должен. Я знаю, что на вашем сайте действует такой ресурс, как Банк исполнительных производств, где человек может узнать о своих долгах. Вот расскажите, пожалуйста, какие возможности этот ресурс дает. Да, действительно, этот ресурс у нас действует с января 2012 года. Обратившись на данный информационный ресурс, можно узнать о наличии задолженности в отношении себя, своих близких, в отношении любого физического либо юридического лица. Для этого достаточно ввести фамилию, имя, отчество для физлица, для юридического лица, наименование организации и юридический адрес. Кроме того, если, допустим, гражданин обнаружил себя в списке должников, он может оплатить задолженность в режиме онлайн, то есть непосредственно воспользовавшись услугами данного информационного сервиса. Он предоставляет такую возможность, как оплата через кошелек Киви, сайт госуслуг путем списания со счета мобильного телефона. Кроме того, если гражданин не имеет такой возможности, можно просто распечатать готовую квитанцию с уже включенными банковскими реквизитами и оплатить в ближайшем отделении банка. Скажите, а если, допустим, появляется новое исполнительное производство, то через этот ресурс какое-то оповещение можно получать? У нас, начиная с этого года, предоставляется возможность подписки на данный информационный ресурс на общеизвестную информационную систему iPhone, Android. То есть можно подписаться и в режиме онлайн будет оповещаться гражданин как о возбуждении в него дополнительного исполнительного производства, так и о удалении из банка данных уже оконченного исполнительного производства. То есть с помощью смс-сообщений, да, видимо? С помощью смс-сообщений, да. То есть реализовано оно у нас и в соцсетях. Можно подписаться ВКонтакте, в Одноклассниках, кто имеет аккаунты соответствующие, можно воспользоваться. То есть очень много вариантов сейчас, да, у судебных приставов, с помощью которых вы можете так или иначе информировать должника. Вот мы все варианты сейчас рассказали. Или еще что-то, что мы еще не упоминали? Есть еще варианты. То есть мы практически всеми возможными способами обращаемся к гражданам, имеющим задолженность. Помимо вот данного информационного ресурса мы оповещаем граждан путем смс-ок. То есть мы направляем короткий текст сообщения о наличии задолженности и телефон нашего колл-центра. Я напоминаю, этот телефон 571600. Обратившись на данный телефонный номер, можно узнать о наличии задолженности и способах ее погашения. Ну, понятно, что люди, которые пользуются таким сервисом и подключаются к нему, это скорее всего как раз те люди, которые не знали о своих долгах и решили себя проверить. Есть такая категория, как злостные должники. Расскажите, пожалуйста, вот с ними как работают. Люди, которые совершенно сознательно не платят долги много лет. Ну, спектр наших полномочий, он определен законодательством об исполнительном производстве. Поэтому в этом случае мы применяем все меры приудительного исполнения, начиная от выхода по месту жительства должника для проверки его имущественного положения, заканчивая в случаях предусмотренных законодательством привлечением к уголовной либо административной ответственности. Это общеизвестные меры принудительного исполнения, такие как арест имущества, арест счетов в кредитных учреждениях. Это такая популярная мера в настоящее время, как ограничение на право выезда за пределы Российской Федерации. Ну, вот этот спектр мер, которые мы применяем злостным неплательщикам. Ну, я насколько понимаю, для того, чтобы начать вот такую интенсивную работу, вам необходимо добиться, чтобы человек получил повестку. Это как, знаете, со службой в армии. Пока новобранец потенциально не получил повестку, вроде как и военкомат не приглашен, да. И вот мы не раз были с вашими сотрудниками в рейдах и видели, как совершенно безнадежно иногда они стучатся в двери, потому что никто не открывает. Бумажку оставили, бумажку эту потом, видимо, хозяева выкинули и живут себе припеваючи. Вот как вы эту проблему решаете? Ощущение иногда такой безнадежности возникает. Есть такое ощущение, на самом деле, и процент вот такого рода, скажем, да, бесполезных выходов, он достаточно высок. И поэтому проблема это не только региональная проблема, это общероссийская. В целях решения вот данной проблемы в настоящее время, значит, вносятся изменения в наш федеральный закон об исполнительном производстве, где предусмотрено, что судебные приставы в соответствии с законодательством информируют должника о возбуждении исполнительного производства. Соответственно, если это физлицо, то по месту регистрации, либо проживание по адресу, который указан в исполнительном документе. Если это юридическое лицо, то, соответственно, по его юридическому адресу. И в этом случае в соответствии с законодательством гражданин считается извещенным. Я напоминаю, что это пока только проект. В этом случае мы уже имеем право, законодательно, вернее, будем иметь такое право, применять весь комплекс мер принудительного исполнения. Очень надеемся, что данный законопроект будет поддержан нашими органами законодательной власти. И в скором времени вот такая проблема, она перестанет быть повсеместной. Ну вот действительно, вы упомянули уже об аресте имущества и прочих ваших вмешательствах. Действительно, очень активно сейчас идет такая работа, и очень часто действительно применяются меры, ну, такого, ну, наверное, на взгляд обычного человека крайнего характера, когда мы вынуждены выселяют людей из квартир, когда у них описывают имущество, ну, казалось бы, совершенно необходимое, да. Когда лишают представителей бизнеса, забирают у представителей бизнеса основу их бизнеса, да. Да, да, я знаю, что сельскохозяйственно описывали у фермеров. Вот расскажите, пожалуйста, вы все-таки имеете возможность выбирать, когда дать человеку отсрочку, когда он может еще попробовать расплатиться, или ваши действия только одни – идти и описывать? Ну, я бы здесь сразу хотела расставить акценты вот в рамках правового поля. Отсрочку либо рассрочку исполнения судебного решения может дать только суд, либо орган, выдавший исполнительный документ. Судебный пристав исполнитель в соответствии с действующим законодательством имеет возможность только отложить исполнительные действия на срок вполне определенный, до 10 дней. Все остальные действия, которые носят характер, вот, скажем, отдаления, да, перспективы принудительного исполнения, это только в компетенции суда, либо должностного лица того органа, который вынес исполнительный документ. Что касается выселения, то это… Много вообще таких случаев? Таких случаев немного, таких случаев немного, их единицы, и происходит это исключительно по решению суда, но при этом здесь, опять же, нужно разграничивать два момента. То есть одно дело, если выселение происходит по решению суда, как сам факт выселения, так и записано, допустим, в судебном решении, да, выселить гражданина такого-то из квартиры по такому-то адресу. В этом случае это идет, как обычно, исполнительное производство, и, соответственно, гражданин имеет право обратиться в суд, и суд предоставляет ему отсрочку, либо рассрочку исполнения, ну, в зависимости от решения суда. И есть случаи, когда, значит, имущество, если оно не единственное для проживания, недвижимое имущество, арестовывается в рамках погашения задолженности. Здесь уже другая сторона работы приставов. В этом случае отсрочка, рассрочка, вот, судя по судебной практике, не предоставляется. Елена Николаевна, ну, вот, хотелось бы немножко конкретных примеров. Вот расскажите, пожалуйста, чем вот конкретно сейчас рискуют должники? Вот давайте возьмем обычного человека, который, допустим, накопил много штрафов или накопил большой коммунальный долг. Вот вы можете прийти к нему и описать, что? Перечень имущества, на которое может быть наложено взыскание, определен гражданско-процессуальным законодательством. То есть к числу имущества, на которое ни в коем случае нельзя накладывать взыскание, относится, как я уже помянула, жилое помещение, если оно является для гражданина единственным, пригодным для проживания. Кроме того, не будет описано имущество гражданина, если оно является необходимым для повседневной жизнедеятельности. Например, если холодильник в квартире один, то он не может быть подвергнут аресту, равно как, допустим, предметы быта, кровать, например, диван и так далее. Но в то же время предметы роскоши, украшения, дорогие предметы интерьера, даже дорогие животные, они могут быть, скажем, арестованы в счет погашения имеющейся задолженности. Распространяется также это правило и на те предметы, которые являются средством получения дохода для должника. Например, это автомашина у гражданина, который занимается... Извозом частным. Извозом частным, совершенно верно. Либо компьютер для гражданина, который является, скажем, системным администратором, либо программистом. То есть это его рабочий инструмент, по сути дела. То есть это вот все в ходе диалога с судебным пристом, это все выясняется. Человек может сказать, стоп-стоп-стоп, я программист, и вы уже компьютер не тронете, да? Ну, это нужно подтвердить, разумеется, документами, подтверждающими его профессиональную деятельность. Кроме того, имущество должно быть зарегистрировано на должника. То есть это также проверяется уже в ходе непосредственно процесса наложения ареста. Елена Николаевна, но вот бывают ведь случаи, достаточно распространенные, когда с человека вроде бы взять нечего. Приходишь, живет он в квартире родителей, допустим, машина зарегистрирована на жену, там, не знаю, имущество, все по документам тоже как-то не его, да? Может, в кредит взятый, кредит на чье-то, чужое имя. Как вот с такими-то людьми быть? Как с них стребовать долг? Ведь на самом деле тоже таких случаев немало. Немало на самом деле таких случаев, это, наверное, самые сложные, самые, будем говорить, в какой-то степени безнадежные случаи в рамках исполнительного производства. Но если действительно у гражданина ничего нет, счетов он, скажем, в банках не имеет, на работу он не трудоустраивается, такое право у него есть, значит, задолженность в добровольном порядке не погашает, имущества нет, то в этом случае судебные приставы имеют право окончить данное исполнительное производство. В соответствии с такой формулировкой, как с невозможностью взыскания. Но я обращаю внимание, что при этом у гражданина, у взыскателя есть также законодательное право в течение трехлетнего срока вновь предъявить данный исполнительный документ на исполнение в службу судебных приставов. То есть, условно говоря, организация или человек, у которого взято в долг, да, он может следить за тем, как проистекает жизнь его должника и вновь обратиться, да? Либо, если у него появятся какие-то сведения, мы всегда обращаемся к взыскателям о возможности и даже необходимости предоставлять какие-то сведения, которыми судебные приставы не располагают. О наличии имущества, о месте работы, получении каких-то других источников дохода и так далее. Вот мне кажется, очень болезненно каждый раз, когда вот именно такие ситуации возникают в связи с алименчиками. Я знаю, что ваша служба с особым трепетом относится к таким долгам, но может потому, что там много женщин работает в вашей службе судебных приставов. Скажите, пожалуйста, как здесь идет работа? Ведь тоже бывает часто, что с нерадивых отцов и взять нечего, официально нигде не работает. Насколько как бы часто удается и не удается помочь семьям, где остались детки без папиной помощи? Ну вот что касается алиментов, здесь как раз у нас есть законодательная возможность привлечения к уголовной ответственности. Только в 2013 году у нас было возбуждено 655 дел, уголовных дел в отношении злостных неплательщиков алиментов. И есть случаи, когда действительно реально граждане, имеющие задолженность, подвергались лишению свободы. Вы можете привести такие примеры? Да, я могу привести такие примеры. Например, вот буквально недавно одна из жительниц, я подчеркиваю, это мама Великоустюгского района была приговорена к 8 месяцам лишения свободы. Она была повторно уже осуждена по статье 157 УК РФ, имела при этом задолженность, дети у нее находились и находятся в интернате, своих родительских прав она не исполняла, в настоящее время отбывает реальное наказание в местах лишения свободы. Ну а когда вот речь идет об отцах, то есть все-таки у нас ситуации чаще, там очень часто возникают ситуации, когда папа говорит, у меня другая семья, я платить не могу. То есть, в принципе, они с другой стороны тоже правы. Вы разбираетесь в таких ситуациях или вы действуете строго по закону? Действую в данном случае строго в рамках установленного судебного решения. В любом случае и у той, и у другой стороны есть, опять же, законодательное право обратиться в суд либо за уменьшением доли алиментов, либо за установлением алиментов в твердой денежной сумме. Судебные приставы руководствуются в данном случае исключительно тем решением, которое выносится судом. Но как часто все-таки удается закончить такие вот непростые социальные непростые дела какой-то такой точкой, которая удовлетворяет обе стороны? Или все-таки чаще не удается мамам любить из своего? Сами по себе, это такая категория, которая носит длящийся характер. То есть это текущие платежи, которые выплачиваются постоянно, пока ребенок не станет совершеннолетним. Ну вот в идеале, конечно, если должник работает, если у него есть место работы, это судебный пристав, исполнитель. И в случае, если задолженность не превышает 10 тысяч, направляет исполнительный документ по месту работы для, соответственно, того, чтобы там удерживала соответствующая сумма. Ну и в этом случае судебный пристав обязан осуществлять проверки того предприятия, либо той организации, куда направлен для удержания исполнительный лист. То есть все равно производство находится на исполнении в службе. В двух только случаях оно может быть окончено, либо это полностью погашена задолженность, при том, что ребенок уже стал совершеннолетним, либо если взыскатель или изыскательница, сама отзывает исполнительный лист. Кстати, вот вы упомянули о списании задолженности зарплаты. Сколько максимально могут удерживать у человека в этой ситуации? По обычным исполнительным производствам до 50%, по алиментам предусмотрен размер удержания до 70%, если есть задолженность. Скажите, пожалуйста, Елена Николаевна, на ваш взгляд, какой метод работы с должниками, воздействия на должников наиболее эффективный? Потому что, конечно, самый лучший вариант, когда не приходится ничего описывать, а человек все-таки приходит и сам заплатит. Вот что является наиболее эффективным методом воздействия? Здесь вот какого-то единого, допустим, рецепта я дать не могу. Кому-то из должников достаточно только получить постановление о возбуждении исполнительного производства, и на следующий день он приходит, платит. То есть это уже является побуждающим фактором. Для кого-то, в принципе, никакие меры воздействия не оказывают должного влияния, ни арест имущества, ни ограничения на право выезда, ни даже как мы имеем возможность наблюдать привлечение, и даже порой неоднократное привлечение к уголовной ответственности. То есть здесь, я думаю, все зависит от самой личности гражданина. Ну тогда хотелось бы поговорить о такой очень популярной нынче мере, и, на мой взгляд, имеющей воздействие на должников, как запрет на выезд за границу. Здесь произошли некоторые изменения буквально в течение последних месяцев. Расскажите, пожалуйста, как сейчас действует эта мера? Да, действительно, у нас были внесены изменения в действующее законодательство, в соответствии с которыми ограничивать должников на право выезда за пределы Российской Федерации возможно только, если сумма задолженности составляет не менее 10 тысяч рублей. Эти изменения в настоящее время вступили в силу, но, тем не менее, такая мера используется достаточно активно, несмотря на то, что, с моей точки зрения, ее профилактическая роль несколько поубавилась, когда вот была обозначена такая сумма. То есть раньше буквально 100 рублей тебя могли не выпустить, да, долг? Раньше буквально, ну, на 100 рублей, конечно, случаи эти были крайне редки, но, по крайней мере, гражданин задумывался, особенно граждане, которые, скажем, законопослушные, они беспокоились, проверяли себя на предмет наличия такого ограничения и как-то старались все равно погасить задолженность, если решались куда-то выехать. Да, в общем-то, чтобы, хотя бы для того, чтобы самим быть спокойным. Теперь вот такого рода, скажем, да, профилактический характер, он несколько стал меньше, но, тем не менее, у нас все равно выносится достаточное количество таких ограничений, более 6 тысяч. Их вынесено. Они эффективны? И они бывают достаточно эффективны. Вот случай был, когда у нас гражданин погасил единовременно задолженность по транспортному налогу в размере 100 тысяч рублей, только потому, что у него была приобретена путевка для отдыха на зарубежный курорт. Для того, чтобы не чинить препятствий, он погасил не только данную задолженность, но и исполнительский сбор и все, значит, прилегающие платежи. Елена Николаевна, ну вот спектр ваших полномочий достаточно часто расширяется. Расскажите, пожалуйста, появились ли какие-то новые полномочия у судебных приставов? Я вот слышала о том, что вы теперь можете с банковских карт долги списывать. Это правда? С банковских карт мы долги, да, и до этого могли списывать. Единственное только, что сейчас изменилось, это, скажем, увеличилась оперативность такого рода операций. То есть в настоящее время у нас заключены соглашения об информационном обмене с рядом кредитных учреждений банков. И, соответственно, они получают уже постановление о списании денежных средств гораздо быстрее и могут в режиме онлайн списать всю сумму со счета, которая необходима в соответствии с исполнительным документом. То есть это вот буквально человек может получить сообщение мобильного банка и о том, что у него буквально с карты списали 50 тысяч рублей. Да, совершенно верно. Такое может быть. Такое может быть. Вы обязаны о таких вещах предупреждать? Мы предупреждаем о том, что в отношении должника возбуждено исполнительное производство. Все меры принудительного исполнения, весь их спектр, перечислены уже в самом документе. Ну, Елена Николаевна, у нас осталось буквально несколько, полминутки, поэтому я думаю, что, наверное, вы найдете добрые слова для ваших коллег, которые завтра отмечают свой профессиональный праздник. Спасибо. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, примите мои поздравления с вашим профессиональным праздником. Я желаю вам и вашим близким мира, покоя, благополучия, здоровья, стабильности. С праздником вас, дорогие друзья. Ну и мы, в свою очередь, тоже, конечно, присоединяемся к этим поздравлениям. Поздравляем вас, Елена Николаевна. Надеюсь, что завтра день для вас будет максимально спокойным и максимально праздничным, чтобы не было никаких неприятностей. Всего хорошего, до свидания. Напоминаю, что у нас в студии была заместитель руководителя Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области Елена Загребина. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова